Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня мы будем декорировать лампочки. Конечно, я никого не удивлю, но покажу, как это делаю я. Друзья, мы все реже и реже пользуемся обыкновенной вот такой лампочкой накаливания. Но может быть у кого-то еще они сохранились. Я знала, что я буду делать различные поделки и собирала те лампочки, которые уже перегорели. Кстати, если вытащить вот здесь цоколь, то можно использовать как вазочку. Внутри сделать какой-то декор. То есть это может быть не только новогодняя тема. Сегодня у нас будет совсем простая тема. Мы сделаем новогодние игрушки. Вот эти уже сделаны давно игрушки. Даже нашла лампочку, на которой, видимо, я уже тренировалась рисовать. Здесь у меня есть и декупаж, и есть рисунки. Похвастаться художественными своими способностями я не могу. Но и не скажу, что это уж очень страшно получилось. У меня есть разные лампочки, есть даже целые. Сейчас нужно будет обязательно взять любое спиртсодержащее вещество и обезжирить эти лампочки. Теперь нам нужно будет сделать петельку, за которую можно будет вешать игрушку. Петельку можно сделать из любой проволочки, которая легко сгибалась, чтобы можно было из нее что-то сделать. Вот так складываю ее пополам и перекручиваю то место, в которое я предполагаю, что у меня будет петелька. Проволочка у меня мягенькая, и я могу вообще не пользоваться никакими инструментами. Теперь мы эту петельку по центру устанавливаем. Опускаем усики вниз, придерживаю руками усики. Один усик идет до другого, перекручивается, а вторую провожу в другом направлении и тоже обвожу ее вокруг. Как бы делаю здесь петельку. Мне надо, чтобы эти места не двигались. И вот они у нас уже зафиксированы. То есть здесь одна за одну слегка прикручена и здесь. А теперь я уже на другой стороне просто вывожу проволочку и прям хорошо так в натяжку ее могу закрутить. В итоге получается вот такая петелька. Ну вот, чтобы вам видно было, вот здесь вот усики у нас. Мы их просто обрезаем. Я думаю, что это не сложно. Я возьму теперь бумажную салфетку. Можно взять туалетную бумагу, можно просто салфеточку взять, даже цветную. И сейчас я буду прятать вот эту проволочку и заодно цоколь при помощи клея приклеить салфетку. Любой клей ПВА. Можно было здесь сделать более аккуратный срез. Тут можно уже руками немножко поправить. И вот посмотрите, как аккуратно у нас уже все закрыто. У меня просьба к тем, кто тоже делает игрушки из лампочек. Напишите, как вы делаете петельку и чем прячете вот этот цоколь. Потому что у каждого может быть какие-то свои интересные технологии. И теперь, в принципе, сразу я хочу игрушку загрунтовать белой акриловой краской. Если вы будете делать рисунок на темном фоне, то можно грунтовать сразу тем цветом, который будет у вас идти основным фоном. Красить можно кисточкой, а можно губкой. И желательно просушить в подвешенном состоянии. Подсохли лампочки. Еще одну выкрасила в черный цвет. Она еще сохнет. В нескольких вариантах украсим лампочки. Вначале я предлагаю сделать Дедушку Мороза. У кого краска плохо легла, можно взять наждачку и наждачкой выровнять. Для того, чтобы нарисовать лицо Деду Морозу, сделаем более теплый цвет. Белую краску и немножко красновато-оранжевую. Такой приятный цвет получился для лица. Вот так расписала. А всю остальную часть я сейчас сделаю красным цветом. Сегодня мы тоже усложнять ничего не будем. У нас будут очень простые способы. Я всегда говорю, что имея свои материалы, вы сможете потом все украсить так, как вам нравится. Пока у нас все сохнет, мы сейчас сделаем шапочку. Шапочку я сделаю из фетра. Вот я купила вот такой набор для детского творчества. Здесь 10 листов и меня вполне устраивает этот фетр. У кого нет фетра, возьмите любую несыпучую ткань, чтобы нам тут сильно не пришлось обрабатывать материал. Мне нужно будет от фетра отрезать 4 сантиметра основной высоты шапочки. Ну и сантиметра 2-2,5 на помпончик здесь сделаем. Это получается примерно 6,5-7 сантиметров. Можно сантиметром померить, а можно просто обвернуть и прикинуть, сколько нам нужно будет фетра. И прошью простым швом, который через край идет. Ну вот карандашиком немножко помечу, где у меня будет заканчиваться шапка. Рисовать лицо мы не будем. Мы приклеим носик и приклеим глазки. Носик у меня вот такая деревянная есть бусинка, она с одной стороны прям плоская. Можно подобрать глазки. Бывают глазки крупные, но я так думаю, что они сюда не очень подойдут. Мы приклеим помельче глаза. Все это можно приклеить на полимерный клей, можно на горячий пистолет. Пока нагревается клеевой пистолет, мы сейчас подготовим Деду Морозу бороду. Подворот на шапочку сделаем и усы. Изначально определимся, где будет нос. Не забыть только покрасить глазки. Носик, глазки. Бороду подклеиваем. Теперь самое время, может где-то подрезать, что нам не нравится. Подклеиваю немножко шапочку, чтобы она держалась. И подклеиваю сейчас подворот на шапочке. У кого есть красивый мех, вы можете им воспользоваться. Это будет даже еще лучше смотреться. Бороду, чтобы она интереснее смотрелась, можно надрезать вот так. Теперь нужно будет сделать надрезы на самой шапочке. Вот их нужно будет сделать до петельки. Чем мельче нарежете фетр, тем будет вот этот помпончик интереснее смотреться. Завязать можно будет красивой тесемочкой, может какой-то мишурой. Вверху я просто завязываю на ниточку, а потом видно будет, как тут можно будет еще украсить. У нас здесь хорошо выглядывает петелька. Нос рисуем красным, уже повеселее смотрится игрушка. А теперь уже различными детальками здесь можно будет все доработать. Не прикладывая никаких усилий, вот такая игрушка. Можно пришить, можно приклеить. Смотрите, снежинки, какие-то бусинки, полубусинки. Пофантазируйте уже сами. Контуром здесь можно разрисовать вот эту всю площадь. Можно снежинки, можно какие-то вензелечки. Просто кисточкой. И расписываем шубку Деда Мороза. Я, конечно, немножко поторопилась сделать рисунок. Все-таки по краске нужно было пройтись лаком акриловым. Но я это сделаю позже, хотя все-таки надо было сделать это перед контуром. Первый наш Дед Мороз в принципе готов. Сейчас мы его досушиваем. Синтепон это непрактично, вы скажете. Но я вам хочу предложить покрыть вот этот весь синтепон сверху лаком для волос. Для следующего шарика мы применим технику декупаж. И перед тем, как клеить салфетку, я ее закрашу в серебристый цвет. Здесь у меня эмаль металлик из строительного магазина. Она не укрывистая. Она только даст такой легкий перламутровый серебристый блеск. Я это делаю для того, чтобы салфеточка, когда будем приклеивать, она будет у нас иметь небольшой такой светящийся эффект. Сейчас я ее просушу. А тем временем мы немножечко с вами порисуем. Я взяла лампочку и закрасила в черный цвет. На темном фоне вот эта техника двойного мазка, она очень красиво смотрится. Как я сказала, рисовать я не очень умею, поэтому мы с вами будем рисовать совсем элементарные веточки, цветочки. Но будем брать на кисточку два цвета краски. Кисточку можно брать плоскую, а можно со скошенным кончиком. Но у меня кисточки синтетические, абсолютно разных марок, разных фирм. Сейчас потренируемся немножко на бумажке. Будем делать самые простые элементы. Я беру желтый цвет и зеленый. Мы сейчас будем листики пробовать делать. Кисточку смачиваем водой и убираем лишнюю влагу. Друзья, вот этому я вас не научу. Здесь просто чисто интуитивно я набираю два цвета. Здесь просто нужно понять принцип. В один уголочек зеленый, в другой желтый. И вот несколько раз вот так растягиваю. Листик можно делать плоский. Можно вот такой листик делать. Видите, уже сразу два цвета очень красиво смешиваются. Набираем еще немножко краски. А можно делать вот волнами такими сделать. Можно сделать вообще маленькие листики. А потом прорисовать уже темным цветом, тем же черным, прожилочки. Различные варианты. Вот таким образом мы все можем пройти. Потренируйтесь. В любом случае цветочки у вас получатся. Очень красиво смотрится на черном фоне. Фиолетовый, сиреневый. Возьму сиреневый и белый цвет. Лепесточки буду делать совсем маленькие. Не судите строго. Просто когда на кисточке два цвета, вы создаете вот такие различные цветочки. Я еще добавляю просто тоненькой кисточкой. Кончиком ручки кисточки. Можно добавить вот сюда. Вы немножко посмотрели, как я рисую. Золото сюда очень подходит. Золото, медная краска. Вот именно по черному. Какие-нибудь завитушки. Остается это покрыть лаком. А здесь мы будем делать декупаж. А я сразу приготовила банку акрилового лака. И буду приклеивать сразу лаком. Вырываю мотивчик. Лучше сразу подготовить несколько фрагментов. Просто прикладываю. Набираю лак. И приглаживаю. Видите, как быстро. Вот маленькие фрагментики. Очень легко и быстро приклеиваются. Здесь нам не придется фактически подрисовать фон. Серебро все равно сквозь салфеточку тоненькую. Будет такой мерцательный эффект иметь. Мне, конечно, приклеить салфетку проще, чем что-то нарисовать. Остается только придумать, как украсить нам цоколь. Может быть, даже ничего не делая. Просто завязать какой-то красивый бант. Потому что игрушка сама по себе уже из-за того, что серебро, она уже получилась вот такая красивая. Это еще при всем при том, что я еще не покрывала лаком. Можно приклеить пайетки. Можно добавить контур. Придумывайте, добавляйте. Друзья, сегодня вот такое небольшое видео, как даже обыкновенные лампочки превращаются в красивые игрушки. Я знаю, что у вас это получится намного лучше. Такая игрушка может быть не только Дедом Морозом. Это можно сделать собачку, пингвинов. Сейчас он у меня сидит в подсвечнике, который мы делали в технике Paypart. Такие игрушки из лампочек тоже можно было бы украсить вот этими жгутиками из салфеток. Наш колокольчик сияет металлическим блеском. Еще, конечно, мне его нужно будет покрыть акриловым лаком несколько слоев. Не обязательно рисовать цветы. Нарисуйте символ года собачку. Нарисуйте какой-то зимний пейсаж. Я уже не стала привязывать различные бантики. Вы в своих работах сделаете это сами. И хотела немножко показать, как сделать вот такие заснеженные веточки. Многие знают пряжу Ализе. Это травка. Она бывает разных цветов. Можно взять и зеленую такую травку. Это у меня шпажка. Кончик покрыла клеем. По спиральке вот так прикрутила эту пряжу. Вы можете взять сухую красивую какую-то веточку с дерева. И тоже так же ее задекорировать. Можно взять проволоку. И тогда эти веточки можно гнуть. И из них можно даже делать снежинки. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!